Украинский политик Олег Валерьевич Лешко, с которым мы... Олег, здравствуйте. Мы хотели с другого вообще начать и, честно говоря, другие вещи обсудить, понятно, и мы, я думаю, что какую-то часть из них обсудим, но невозможно сегодня не говорить об учае, о других городах под Киевом, о том, что там оставили российские солдаты. Вы, наверное, видели эти кадры, поделитесь, пожалуйста, вашими мыслями, ощущениями, эмоциями от этого. Не только видел, а и сам вчера был в освобожденных селах Чернирской области, которые так само были месяц под российской оккупацией. В частности, села Новый Быков, Старый Быков, Старая Басань. Люди рассказывали просто ужасные, варварские истории. Например, первый день, когда русские фашисты вошли в Новый Быков, они расстреляли шесть местных жителей и не давали девять дней взяли вообще их поховать. Я вчера познакомился с одной женщиной, которой убили сына, и месяц труп ее сына лежал на улице, и запрещали вообще взять, чтобы погребить, поховать своего сына. Еще одна женщина, с которой я познакомился, ей 69 лет, она рассказала ужасную историю, стояла там, пыталась, значит, яблоню подрезать. Трое русских солдат, молодые, 20-летних пацанов, начали ее стрелять по приколу, обстреливать ее. Когда она к ним подошла и спросила, за что вы меня хотите убить, а ей 70 лет, они сказали, уходи отсюда, потому что сейчас убьем. Вышел третий какой-то там, их начальник, и сказал, что вы все фашисты, вы все следите и сдаете информацию о нас, поэтому мы убьем. Вчера в селе Новый Быков на Чернивщине я был в больнице, уже, к сожалению, бывшей больнице, которая была построена еще при царе. Царя пережила, фашистов немецких пережила, к сожалению, русских фашистов не пережила. И вот эти ужасные истории, ни одно видео не покажет на самом деле огромнейший ужас, который остался после русского мира, после русских освободителей, которые пришли освобождать украинские села и города. До того, как не было в украинских селах и городах русских освободителей, это были процветающие, прекрасные. Кстати, Буча, Гребень, Гостомель, Возель, это все, ну, как рублевка под Москвой. Очень дорогая земля там была, очень курортная зона, очень все красиво. И все пытались там жить, потому что это было очень красиво, очень уютно там, огромные масштабы строительства довоенные и так дальше. Сегодня это огромнейшее просто кладбище людей, братские могилы после русских освободителей. Это невозможно передать словами. Когда кто-то говорит, что это фейк, пускай приедут, посмотрят на эти фейки. Если вы держите сердце, если вы держите совесть, если есть вообще говорить о том, что это фейк, это ужас. В 21-м столетии русские войска по приказу Путина совершают огромнейшее преступление. Масштабы преступлений и убийств мирных граждан передать невозможно. И все это, без сомнения, должно быть предметом расследования и на будущем международном суде. Кстати, я абсолютно уверен, что на Путина должен быть выдан орден Международного уголовного суда. И Путин, и вся его шайка, и белорусский даракан Лукашенко, который подельник этих преступлений. Потому что с белорусских аэродромов, с белорусской земли бомбят украинские города. Гибнут люди, военные, дети, старики. Сыраясь лица земли Мариуполь. Все они должны за свои преступления, ни сомнения, сесть на скамью подсудимых. И так и будет. И абсолютно в этом мире. Олег Владимирович, понятное дело, что невозможно найти хоть какое-то оправдание, даже близкое к тому, что случилось в Буче и в других городах. Но можете найти какое-то объяснение, зачем солдату, как вы правильно называете, иронично русскому освободителю убивать мирных людей? Это вот по приколу и для чего? Для чего они делали? Для чего в таких количествах тем более убивали людей? Это не солдаты. Есть правила войны, которые даже солдаты вражеской армии... Окупанты, мы будем говорить тогда. Я другому хочу сказать, солдаты так не делают. Это не солдаты, это варвары. Это дикие звери. Даже зверей уничтожать, если их сравнивать с русскими солдатами. Вы спрашиваете, зачем им это? Потому что они не набидят Украину. Потому что цель войны Путина против Украины – это уничтожение украинской нации. За то, что мы избрали свой путь развития. За то, что мы самостоятельное государство. За то, что мы хотим жить сами, без указок Москвы. Вот за это нас убивают. Скажите, за что убивать людей, которые мирные, живут в городах и селах? За что убивать стариков или малолетних детей? Они не партизаны, в их руках нет оружия. Они не совершают ничего против этих варваров, которые пришли. Но их убивают из-за садизма. Это внутреннее. Понимаете, когда человек не зверь внутри, он не может убивать и совершать такие преступления. Это массовая безнаказанность. Это разрешение командиров на эти преступления. И, безусловно, должна быть ответственность. Я хочу сказать этим варварам, которые убивают и убивали наших граждан. Мы их всех знаем по именам. У нас прекрасно работает разведка. Которая знает по фамильям всех, кто совершал эти преступления. Если они не будут уничтожены на украинской земле, а мы сделаем все, чтобы они не вышли живыми из украинской земли, мы найдем их в любом точке мира, в том числе и в России, и уничтожим. Так, как это делал Израиль, который искал нацистских преступников десятки лет после войны. Мы знаем по именам всех командиров, всех исполнителей этих кровавых преступлений. И, вне сомнения, каждый из них будет до конца своего жизни ходить и оглядаться назад. Потому что мы его достанем и уничтожим. Для многих, конечно, те кадры, которые появились из Буча, стали огромным шоком. И я тоже всего этого не ждал. Но вы человек, который долгие годы следит и непосредственно находится внутри этого военного процесса. Скажите, для вас вообще в диковинку то, как жестоко расправляются россияне сейчас на украинской земле? Или то, что было на территории Донецкой и Луганской областей, примерно так же и выглядело? Или вот сейчас они просто переходят с границей и так раньше не было? Для того, чтобы понять, что такое русская армия, достаточно описать историю. Вы говорите в диковинку? Нет, не в диковинку. Хочу напомнить Батурин. Столица Гетьмана Мазепы. После Полтавской битвы, по приказу царя, армия Меншикова вырезала и уничтожила Батурин. Там река Семь есть. Вот эта река была красной от крови. Потому что тысячи, десятки тысяч жителей Батурина вместе с детьми и женщинами были уничтожены по приказу царя. И таких историй в украинской истории огромное количество. Когда российская армия, российские варвары уничтожали людей. Давайте сто лет назад, Голодомор. Когда уничтожали украинских селян только потому, что они кормят и они, как их называли, кулаки. Или давайте вспомним, когда маршал Победы Жуков к черговой годовщине октября уничтожил сотни тысяч солдат. Потому что нужно было отчитаться перед Сталином, а взять и очередного города. И потом сказал, бабы нарожают. Поэтому, к сожалению, в России не ценят жизни людей. И уничтожают свои жизни, и уничтожают чужие жизни. Посмотрите, Путин перед выступлением, перед нападением на Украину рассказывал час, что Украина это квази-государство, искусственно созданное, и у него нет истории, и она не имеет права на существование. Пускай Путин расскажет своим россиянам, 80% которых поддерживает и испытывает гордо за российскую армию, которая уничтожает украинцев, убивает людей, и мирных, и детей, и всех остальных. Пускай на свою историю посмотрит. Как создано российское государство? На крови и на костях. Поэтому ничего удивительного в этих зверствах, которые совершают сегодня российские каратели по приказу Путина, ничего удивительного, к сожалению, для нас нет. Поэтому мы боремся за свою свободу. Потому что мы знаем, что если, не дай Бог, Россия победит и захватит Украину, то будут уничтожены миллионы украинских граждан. И борьба действительно это самоотверженная и довольно праведная. Ну, единственное, мы, по крайней мере, надеемся и верим в то, что это не 80% граждан, которые поддерживают, потому что мы там общаемся с социологами и все прочее. Они говорят, что на самом деле люди отказываются отвечать, все эти опросы нарисованы. Но это не так важно. И сейчас важнее, конечно, то, что большого масштабного сопротивления внутри России происходящему, конечно, нет. И за это весьма стыдно. Олег, скажите, пожалуйста, мы все мечтаем, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. И мы видим, что российская армия... Ну, почему мы увидели эти кадры из Буча? Потому что российская армия отходит от киевского направления, от черниговского направления. Как вам кажется, близок ли конец этой войны и каким он может быть? Я хочу вам сказать, вы говорите, что стыдно за то, что совершает российская армия и российская власть. За это не только стыдно, за это надо будет отвечать. Так само, как отвечали немцы за своего Гитлера, вот так само все русские должны отвечать за своего Путина. Потому что безучастное молчание, поддержка не имеет значения, 80% или 70% это уже второсепенные вопросы. Общество русское поддерживает Путина и поддерживает агрессию. Если бы русское общество не поддерживало агрессии, не поддерживало Путина, не было бы войны, не было бы этих преступлений, не было бы убийств, не было бы фактически кровавых преступлений в центре Европы в третьем тысячелетии. Насчет того, почему российские войска, путинские войска, расшесты, фашисты, у нас их называют расшестами, каратели, почему они уходят из Киева и Чернигской области. Путин, Шойгу могут придумать десятки причин, чтобы объяснить, почему они отходят. Но главная причина одна. Потому что они проиграли битву за Киев, потому что они обломали зубы от Киев, а так же они обломали зубы от всего Украины. Скажите, пожалуйста, Олег, вот вчера появилась информация о том, что вроде как намечаются, возможно, переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского. Опять же, со ссылкой на украинский источник говорит, что Эрдоган даже звонил Зеленскому и сказал, что по идее там что-то проклевывается. На ваш взгляд, вообще, каким может быть переговорный процесс, может ли он быть после того, что мы увидели, и каким он итогом может закончиться? Известная уроженка Киева, будущий премьер-министр Израиля Голда Мейер, когда-то сказала, тяжело найти компромисс с теми, кто пришел вас убить. Я не верю ни в какие компромиссы. Я не верю ни в какой мирный процесс, потому что цель Путина уничтожение украинской нации, а наша цель победа. Поэтому или мы, или нас. Вот я считаю, что единственная возможность, так само, как невозможно было договориться с Гитлером, который пришел в 1941-м и уничтожал жителей Советского Союза, большинство из которых, более 10 миллионов убитых немецкими фашистами, это были украинские воины. И большинство воинов в бывшей Советской армии, это было тоже украинцы. Вот почему мы победили Гитлера, потому что украинцы были главными, кто был в этой армии. Вот почему мы победим зараз Путина и российскую армию, потому что они борются против украинцев. Украинцев невозможно уничтожить, украинцев невозможно победить, нашу страну невозможно победить. Как можно достичь мира? Одним путем. Это уничтожение армии агрессора, которая пришла на нашу землю. Потому что сегодня невозможно достичь компромисса. Путин говорит, что их цель – деноцификация, демилитаризация, неблоковый статус Украины. То есть цель Путина – это капитуляция Украины. Пойдет Украина на капитуляцию? Нет. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Мы не пойдем на капитуляцию. Более того, для этого нет никаких причин. Потому что легендарная и непобедимая, о которой говорили российская армия, она уничтожена за эти 38 дней боев и под Киевом, и под Черниговым, и под Мариуполем, и под Харьковом, Сумами и другими городами. Это легендарная и непобедимая, оказалось, украинская армия притворяет, превращает этот легендарный и непобедимый в хлам, в металлодон. Поэтому никакой капитуляции Украины быть не может. Вот что будет – это капитуляция российской армии. Я в этом абсолютно уверен. Понятно, что эта война, к сожалению, будет затяжной. Потому что ресурсы в агрессоре огромные, но и у нас огромное количество силы, уверенности и мотивации. И плюс поддержка союзников. Путин, этот кремлевский шизофреник, который развязал Третью мировую войну здесь, на территории Украины, он не может победить по одной причине. Потому что сегодня он против всего мира. Весь мир сегодня, весь цивилизованный мир, за исключением пари, которые поддерживают режим Путина. Весь цивилизованный мир сегодня на стороне Украины. предоставляет, наконец-то, предоставляет достаточное количество помощи и вооружением, и всем остальным, для того, чтобы украинская армия могла одерживать свои победы. Поэтому я абсолютно уверен в том, что мир наступит тогда, когда российская армия будет уничтожена. Олег Владимирович, вы говорите про коллективную ответственность русского народа, но, тем не менее, вы недавно обратились к народу Беларуси, республике Беларусь, чтобы они не участвовали в этой войне. У вас действительно есть какие-то надежды, что это может сработать, и что Беларусь не будет в это ввязываться, и еще есть какая-то возможность, есть какая-то, не знаю, развилка, пойти влево или вправо за русским. Почему я не обращаюсь к русским? Потому что я не вижу в этом смысла взагаля. Потому что даже мои родственники, которые живут в России, они вот почти более месяца войны даже не позвонили и не спросили, как дела. Поэтому в какой-то смысл обращаться, когда даже родные люди предают. Что касается Беларуси, Беларусь уже в виде. Беларусь предоставляет аэродромы, Беларусь предоставляет инфраструктуру, Беларусь предоставляет все возможности для российской агрессии. Беларуський режим Лукашенко совершил огромную ошибку, самую большую ошибку в своей жизни. Так само, как и Путин. Приказ Путина о начале войны против Украины – это самая большая ошибка в его жизни. Потому что это закончится его концом, персональным, физическим концом. Концом, как политика, это уже очевидно, что он закончил. Но впереди физический конец, или сам застрелится, как Гитлер, или будет повешен по решениям международного трибунала. Вот что ждет Путина. И второе – это закончится развалом России. Потому что победа в Украине приведет к развалу России. Вспомните историю недавней России, 90-х годов, когда тюрьма народов России, она бурлила и стояла на пороге освобождения этих народов. И к этому придет. Это закончится возобновлением территориальной целостности. Грузии, Молдавии, других стран, Курилы вернутся в Японию. Потому что сегодня Россия держит силы. Когда российская армия будет уничтожена в Украине, этих сил держать незаконно захваченные территории других суверенных государств уже не будет. А по Белоруссии, белорусы уже… Меня удивляет, почему они молчат. Как мы гордились белорусами летом прошлого года, когда они восстали против фальсификации выборов. И как удивляет сегодня оппозиция Белоруссии, когда большинство молчит вместо того, чтобы прибрать Лукашенко, который фактически втянул в Белоруссию войну против Украины. Это огромнейшие ошибки, которые на сотни лет вперед не дадут возможности мирного и дружеского существования народов фактически соседей. Огромное преступление Путина еще и в том, что он на сотни лет вперед сделал все для того, чтобы украинцы и россияне были врагами. Путина не будет. А Украина будет помнить сотни лет. Те преступления, которые российская армия по команде Путина совершала в Украине. Кстати, вчера в этом Новом Быкове на Черниговщине там стоит памятник к освободителям немецких фашистов. Он тоже был уничтожен русскими фашистами, которые через 80 лет после Гитлера пришли на украинскую землю для того, чтобы убивать украинцев. Мы восстановим памятники, мы восстановим жилье, мы восстановим дороги, мы восстановим инфраструктуру. Единственное, что невозможно восстановить, это жизни десятков тысяч украинцев, которые погибли от агрессора, от захватчика, от русского захватчика. Но мы будем помнить этих людей, этих подвиг наших солдат, которые защищают нашу землю. И в отличие от русских, которые не ценят. Русские матери, мы смотрим, значит, наша разведка прихвачивает сообщения, разговоры русских солдат с ихними материалами. Это ужас на голову. Просто невозможно представить, чтобы украинские матери говорили со своими детьми. Русский солдат звонит своей матери или отцу, рассказывает, что он в плену, рассказывает, что здесь ад, что здесь их убивает. И что он слышит в ответ? Матерь, отец его спрашивает, сынок, ты там взял что-то с собой, какой-то трофей, привези самовар, привези телевизор, привези чайник, привези еще что-нибудь. В голову не влазит, что матери могут так разговариваться со своими детьми, вместо того, чтобы сделать все, чтобы не посылать своих детей на смену. Или когда смотришь интервью русской матери, у нее убили сына, она два дня назад погребила, поховала, похоронила сына. Ее спрашивают, как вы к этому относитесь. Она говорит, ну все же нормально, да, сын погиб за освобождение Украины от фашистов, от бандеррцев. Так какая разница, кто здесь в Украине? У тебя сын погиб? Этот сын мог бы внуков нянчить, привезти к внукам, на старости радовать внуками. А вы радуетесь тому, что ваш сын погиб в Украине, потому что освобождает Украину от каких-то мифийских нацистов или бандеровцев, которых нет? Это вообще невозможно. Увы, да, пропаганда и запугивание делает свое дело. Спасибо большое, Олег Лешко, украинский политик был с нами на связи.